Всем привет! Я очень рада быть с вами сегодня на встрече. С вами Хана Зельцер. И сегодня мы поговорим на одну очень-очень актуальную тему — любовь. Почему я выбрала эту тему? Потому что у нас вот-вот на носу лакбаомер. И сказано, что в этот день ученики Раби Акива перестали умирать. И почему они умирали? Конечно же, потому что они не проявляли уважения друг к другу. Что это значит? Шалом! Они не проявляли уважения друг к другу. Что это значит? Как такие великие ученики, Раби Акивы, да, это, мне кажется, это те люди, которые почти бэйнони, да, они учатся целый день. Как они могли, вот, как их могло постичь такое наказание? Как они все не уважали друг друга? И такой маленький разбор этого, что ученики после, например, урока Раби Акивы, они обсуждали, что ты понял из урока нашего учителя. И один говорит, да ты неправильно понял. Тот говорит, например, учитель говорит, небо голубое, да. Первый ученик, например, говорит, учитель наш сказал, что небо голубое, все, другого цвета оно не может быть. Второй говорит, ты что, нет. Он сказал, что небо голубое, но это не значит, что оно не может быть серым или там темно-синим, да. В чем суть? В том, что они хотели друг друга научить, и чтобы они поняли то, что поняли они. Например, ты не так понял, я тебя люблю, и я хочу, чтобы ты понял правильно, как я могу быть спокойным, если ты учителя не понял, да. И они старались, старались вдохновлять, точнее, не вдохновлять, а объяснять друг другу. И из-за этого, конечно же, ссорились, вот. Итак, поэтому я выбрала с вами тему любви. Любовь для меня прежде всего это действие, да. Для того, чтобы любить, нужно не то, что доказывать, да. Нужно, во-первых, проявлять свою любовь, во-вторых, проявлять ее так, как этого хочет кто-то другой, да. Например, это может быть и в случае мамы с ребенком, да. Можно залюбить ребенка слишком. Нужно знать пределы, да, где я, да, могу проявлять любовь, где мне нужно знать границы, знать рамки. Это может быть между мужем и женой, да. Если я люблю мужа, я хочу, я хочу ему сделать что-то хорошее, да. А я хочу сделать, чтобы ему было хорошо, или что я такая вся хорошая и хочу сделать что-то для мужа, да. То есть мы в первую очередь делаем для того, чтобы было хорошо другому. И в свою очередь другой, если будет следовать такой же тактике, то мы будем не выполнять желания, а как бы, как это сказать, награждать друг друга такими хорошими поступками, и нам будет хорошо от этого. Итак, есть, понятно, мы знаем, что есть эгоистичная любовь, есть неэгоистичная любовь. И еще я учила, что любовь, она делится на три виды. Бывает любовь к хорошему, то есть она беспричинная. Просто любовь, ну потому что любовь, да, к хорошему, потому что ты знаешь, что это добро, да. Потом бывает любовь к пользе, да, то есть я могу от тебя получить пользу, мне выгодно тебя любить, так, я так, так. И третий вид любви — это любовь к удовольствию. То есть я знаю, что ты мне сделаешь хорошо, там, я люблю эту еду, потому что она очень вкусная, это принесет мне удовольствие, да. Вот эти вот три вида любви. Причем эти виды любви в разный период нашего времени по-разному, по-разному лидируют. Например, сказано, что у молодых людей, да, обычно это до 30 лет, у молодых людей больше всего любовь к удовольствиям, да. У молодых парней там кровь бурлит, у девушек, да, они там, хочу поменять мир от меня, я могу это, я могу то, я хочу получить удовольствие, я хочу там то-то-то, да. И, кстати, многие именно в этом возрасте, да, вот это вот стремление к удовольствиям. Теперь, позже, когда человек находится уже такой на средине пути, да, от 30 до 50 примерно, это уже у человека появляется любовь к пользе, да, он уже знает, так, это полезно, я люблю это, потому что это полезно, да, я люблю слушать уроки, потому что это полезно для моей души, я люблю это, в общем, он, у него пробуждается любовь к пользе. Очень многие, кстати, там, за здоровый образ жизни именно в этот период, да, как такие, проходит вот этот юношеский максимализм, да, желание к удовольствиям, оно остается у всех, понятно, но лидирует вот эта любовь к пользе, и после 50, это любовь к хорошему, да, это уже человек, он начинает искать истину, да, он начинает уделять время своей душе, начинает интересоваться, и это просто такие три категории. Понятно, что бывают молодые люди, в которых там кровь бурлит, да, но при этом они там могут контролировать свои желания, да, они могут работать над своей любовью к другим вещам, да, это всё понятно. Бывают и люди, которым там по 80 лет, и у них всё равно есть желание к удовольствиям, да, им всё равно там на свою духовность и так далее. Всякое бывает, да, но вот суть этого вот так. Теперь мы поняли, что есть разные виды любви, человек может, ну, может по-разному её проявлять. Теперь, почему мы вообще чувствуем вот эту вот любовь? Почему любовь, оно, это чувство, как и голод, да, как и жажда, оно, когда мы не чувствуем любви от кого-то, нам уже больно, нам уже трудно жить, да, когда мы не проявляем любовь, то нам плохо сказано, когда мы кому-то помогаем, да, мы получаем благодарность, всё у нас так, вау, да, когда мы можем проявить любовь, вот это вот стремление дать любовь, получить любовь, вот это вот стремление, оно нам очень-очень необходимо. И Тора, иудаизм, оно объясняет это желание, как? Когда нас создал Всевышний, да, Он нас отделил от себя. И когда Он нас отделил, мы чувствуем вот эту вот нехватку, мы чувствуем, что нам чего-то не хватает. И мы вот эту вот яму, да, которая у нас в душе, мы пытаемся её заполнить, заполнить. Мы пытаемся её заполнить, да, мы пытаемся сделать побольше хороших дел, найти себе пару, да, и так проявить любовь, и здесь помочь, и благодарность, и тут, и Ашему сделать приятное, да. То есть мы пытаемся всю нашу жизнь, мы пытаемся вот эту вот яму нашу, да, заполнить чем-то. И это нормально, это хорошо, Всевышний так нас и создал, да, вот с этой, скажем так, с этой, ну, что нам, с этой пустотой, которую нужно заполнить. И так мы, каждый из нас, пытаемся заполнить, да, друг друга и так далее. Теперь, понятно, что человек, когда он не проявляет любовь и не чувствует любви, он чувствует себя одиноким. Но вот это вот она болезнь нашего современного поколения. Почему? Потому что люди, даже будучи с работой, будучи многодетной семьёй, будучи с кучей друзьями, с кучей связями, всё равно могут чувствовать себя одинокими. Как такое может быть? Как человек, у которого очень много друзей, очень много обязанностей, может чувствовать себя одиноким? Потому что этот человек, он ждёт любви от других. Он думает, меня должны любить. Я жду, чтобы мой муж мне, не знаю, там, сказал какое-то хорошее слово. Я жду, чтобы меня кто-то там обнял. Я жду, чтобы мне первыми написали. Я жду, чтобы меня первыми пригласили погулять. Я жду, чтобы меня первыми. И вот это вот ожидание других, вот это ожидание, да, чтобы мне дали, дайте, 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 вот это вот, оно делает нас одинокими. Теперь, как избавиться от этого одиночества? Постараться самому больше дать, самому первым написать, самому позвать, да, самому уделить время, самому уделить какое-то внимание, да, близким, детям и так далее. И когда мы уделяем это, да, то мы не акцентрируем внимание на то, что мы одинокие, потому что мы заполняем вот эту вот, вот эту вот любовь нашу. Теперь, я уже вначале сказала, что любовь — это действие, да. Вот здесь какая должна быть любовь настоящая? Любовь, она вся настоящая, да, она просто по-разному проявляется к родителям, а это другая любовь, да, трепетная такая. К мужу это тоже трепетная любовь, но она более такая романтическая, скажем так, к детям другая, потому что мы вкладываем много в них, да. Это всё, любовь, она вся настоящая, да. Опять же, ну, бывает любовь к удовольствиям, любовь к пользе, любовь к хорошему. Вот именно здесь она отличается. Теперь, как укрепить любовь, да, как избавиться от одиночества, как укрепить любовь? Делать больше хороших вещей, например, для того человека, с которым мы хотим укрепить нашу любовь. Ведь почему любовь, да, когда, например, люди женятся в начале, молодая пара, любовь, которая в начале у них и которая через 10 лет, она очень-очень отличается. Например, вот мы с мужем, да, уже прошло пару лет с нашей свадьбой с ним, да, и если сравнить те чувства, которые были в начале и сейчас, это небо и земля. И, ну, с каждым днём, чем больше ты делаешь, да, для человека, тем больше твоя любовь к нему. Теперь, иногда, да, как в этой истории, как однажды хозяйка дома, жена готовила мужу, там, ну, в общем, спекала хлеб, и обычно она ему давала мякушку, средину хлеба, а себе брала вот эту горбушку, это называют, да, и вот она вот подумала, я уже 40 лет даю ему мякушку, которую я так люблю, а себе беру эту твердую горбушку, да, и мне надоело, хватит, я возьму то, что я люблю. И, в общем, поставила впервые за 40 лет ему горбушку, а себе, значит, мякоть хлеба. Вот, на что муж такой вообще был в шоке, он говорит, а что у нас сегодня за праздник, я так люблю горбушку, ты мне никогда её не ложила. Она в шоке говорит, ну, я очень люблю мякоть хлеба, и я думала, что ты тоже любишь, поэтому я тебе всегда отдавала самое лучшее, а то, что для него самая лучшая была вот эта горбушка, она за 40 лет ни разу не спросила, поэтому нужно садиться и разговаривать. А что для тебя хорошо, что бы ты хотел, чтобы я делала, да, например, муж приходит с работы уставший, да, блин, мы тоже после тяжёлого дня, да, устали. Теперь поговорить, да, что нужно сделать, да, чтобы вечером мы уделили время для друг друга. Ага, дать тебе 20 минут отдохнуть, не трогать мужа, пусть он наберётся сил, пусть он отдохнёт, да. Вот это вот сразу проявление любви. Всё, и потом весь вечер он с нами, да, то есть вначале нет, например, ты меня, если ты меня любишь, то ты уделишь мне время сразу придя с работы. И жена, она не понимает, что для мужа лучше отдохнуть, переключиться, да, и быть уже с ней. Вот это вот понимание того, что нужно для другого, это очень влияет на любовь. Когда ты даёшь другому не то, что нужно тебе, не то, что хочет от тебя, не эту мякоть, он не любит эту мякоть, а ты спросила вообще, он её любит или нет, да, а может он любит эту горбушку, да, то есть или когда там, не знаю, ну в общем это может проявляться во всяких мелочах, да, вот в этих. Поэтому это важно, да, обсуждать, а что тебе не нравится, а что тебе нравится. И это не стыдно начать первый разговор, это не стыдно делать много добра, да, для мужа или мужу, для жены или для детей, да. В этом это просто укрепление любви, да, какие-то действия друг для друга. Малыш подтверждает, да, то есть вот это вот, есть такие вот действия друг для друга. И ещё я хотела сказать, что вот эти вот наши стремления, любовь к пользе, любовь просто к хорошему и любовь к удовольствиям, да, она, это любовь, откуда мы учим это? Когда мы говорим отрывок Шма, Исраэль, Ашема, Лукейну, Ашема, Хаат, Всевышний, ты един во всём мире. И потом мы продолжаем, И возлюби Всевышнего своего всем своим сердцем, всем своим сердцем, всей своей душой и всем своим существом. Да, то есть что есть три вот этих вот вида любви, да, когда Всевышнего надо любить всеми видами любви, и сердцем, и душой, и телом, вот полностью всем-всем-всем, да, и проявлять к нему, конечно же, трепет. И вот эти вот виды любви к хорошему, к пользе и к удовольствию мы берём именно из этого отрывка Шма, Исраэль. Вот, поэтому я всегда буду говорить, что любовь — это действие, это принятие друг друга, это, не знаю, когда муж видит, что жене сейчас тяжело, да, что, не знаю, она не может помыть посуду, она целый день была с ребёнком, не знаю, она целый день работала тоже, да, и когда он тоже входит в неё, но люди должны общаться, люди должны понимать, что нужно, да, почему смеются многие мужчины, я её не понимаю, она опять обиделась и молчит, потому что мы не говорим, а нужно вот обсуждать, не знаю, сделать какой-то чай тёпленький с печеньем, сесть спокойно обсудить, да, и так далее. Вот, спасибо всем большое за наш сегодняшний эфир. А, ещё я вспомнила по поводу обсудить. Я вспомнила один случай, у меня есть знакомая, она детский психолог, и к ней очень часто на приёмы вводят деток узнать, почему они себя так ведут, почему они так поступили, да, вот, и, значит, привели ребёнка, она говорит. Он разговаривает со своим отражением в зеркале и не понимает, почему, бывает кричит на него, да, и она говорит, я его пытаюсь прогнать через все методики, через все игры, чтобы понять, где проблема, то есть почему он так себя ведёт. Она говорит, мы там и песочки, и рисуем, и там у нас мы день целый прожили, она говорит, я не могу понять. Ну, видно, что родители очень аккуратны в воспитании, да, что ребёнок, он очень хорошо там себя чувствует в этой семье, что они вкладываются, что мирная семья. Она говорит, ну, я не могу понять, в чём проблема. Она говорит, и тут мы, что, малыш, она говорит, и тут мы доходим до времени ночи, она говорит, мы с тобой ложимся спать, звёзды засыпают, луна засыпает, ну, и вдруг он говорит, звёзды кричат на луну, луна кричит на звёзды. В общем, и она спрашивает у родителей, скажите, а что происходит ночью? Оказывается, что днём эта молодая семья, они при сыне очень любят друг друга, не ругаются, такие идеальные, но как только сын идёт спать ночью, начинается папа кричит на маму, мама кричит на папу, шум и крики, и у ребёнка у него в голове не укладывается, это кто? Это мои родители, которые днём такие любящие друг друга, а ночью они так орут на друг друга, да, из-за этого у мальчика вот как раздвоение личности пошло, да, он начал разговаривать со своим отражением в зеркале, он начал разделять две реальности, потому что у него есть одна реальность, где родители очень любят друг другу и мирный дом, и вторая реальность, это когда они ночью друг на друга кричат, да, вот это мы видим, две разные реальности, и здесь нужно быть тоже очень аккуратным и понимать, что крики, они никогда никому ничем не помогают, и лучше переждать минуту, да, выдохнуть, сделать чай, не знаю, мы ругаемся только когда пьём чай, пока вы сделаете этот чай, пока это, в общем, или работать над собой, да, ну никогда крики, ну никогда не помогают, я так считаю, в общем, любовь это действие, да, и действие не всегда от того, что мы хотим, а от того, что нужно другому, вот. Вот, спасибо всем большое, хорошего всем вечера, спасибо большое за эфир, вот, и скоро у нас Лагбаомер, нужно помнить, что когда мы будем стараться любить себя, то будет, конечно, и время и сила любить нашего ближнего, и пусть у нас у всех это будет получаться, вот, всем спасибо, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok